Открыл 24-ю выставку племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2021» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Одно из самых значимых событий в области животноводства Московской области уже шестой год подряд проходит на территории Ленинского городского округа. Здесь будет оценка перспектив развития животноводческой отрасли Подмосковья. Конечно же будет обмен мнениями лучших хозяйств, обмен опытом. И самое главное, что это стартовая площадка для лучших проектов и тех инициатив, которые сегодня есть в Подмосковье. Перед началом мероприятия почетные гости и представители конкурсной комиссии осмотрели племенных сельскохозяйственных животных. Животноводческий комплекс Бокова привез на выставку коров редко для России айширской породы. Руководитель предприятия Александр Кондратьев рассказал, что конкурентов на этой выставке у них нет. Их комплекс единственный представляет породу айшир. А всего в Боково содержится около 10 тысяч таких коров, привезенных из Финляндии. Чем она хороша? Молоко этой породы сыропригодное. Жирность от 4 до 4,8. Белок от 3,4 до 3,7. Сдаем мы на Тульский молокомбинат сырное производство. Для разведения крупного рогатого скота специалисты племзавода «Зеленоградская» выбрали голштинскую породу. Молоко этих коров обладает высокой жирностью. На территории фермерского хозяйства находится производство по переработке собственного молока. И выпускается широкая линейка продукции. Творог изготавливаем, йогурты. Молоко у нас сразу поступает туда. Масло у нас на территории свой цех по производству молока. И мы уже перерабатываем и доставляем дальше в продажу. У нас даже на территории свой магазин. Лучших коров выбирали в нескольких номинациях по продуктивности и по красоте. Абсолютной чемпионкой признана корова по кличке «Форма» из акционерного общества «Емельяновка». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.